У нас представлен оригинал договора на оказание платных стоматологических услуг. Мы достаточно читаем. Судом обсуждается вопрос о приобщении копии данного оригинала договора. Имеется подпись Горицкая. Есть необходимость? Да, да, конечно. Пожалуйста, познакомьтесь, пожалуйста. Я с оригиналом не ознакомился. Например, в связи с этим такой вопрос. Почему вот этот договор подписан только одной стороной? Вы видите, ничего нету. Как-то странно. Ну, ничего нету. Ничего нету, вы имеете в виду что? Подписи директора? Договор должен быть подписан с обеих сторон. В принципе, это не договор. Уважаемый, я считаю, что это недопустимое доказательство. На данный момент, как такового, договора нету подписанного уполномоченным лицом. Это очень важно. А почему на данном договоре не стоит подпись директора? Почему отсутствует печать? Печать сейчас не обязательно использовать. А почему не стоит подпись директора? А подпись директора стоит на экземпляре договора Горицкой. Он поставил на подпись. Мы имеем право на это. Так, нет возражений против приобщения копии данного договора? Есть возражения, более того, хочу обратить внимание, как я изначально начал говорить, что договор заключался по принципу аферта-акцеп. Как вы видим, ни один из договоров не подписан одновременно сторонами. Что это? Я даже не знаю, что это аферта-акцеп. Ну, этот же договор был и вами тоже точно так же представлены. Идет речь о том, что у суда не имеется в материалах дела читаемой копии договора. Уважаемый суд, я считаю, что нужно приобщить именно оригинал договора, потому что это имеет юридическое значение, что стороной по договору нет подписи. Нужно вообще устанавливать, а был ли заключен договор, был ли он согласован сторонами, между кем и кем он был согласован. Потому что генеральный директор должен подписывать, когда мы приходили вручать уведомления об отказе, когда мы вручали исковое заявление, ни первый, ни второй раз мы не разговаривали с генеральным директором. Всегда выступал то финансовый директор, то директор, который, с их слов, действует на основании доверенности. На данный момент вообще непонятно, кто этим занимается, кто подписывает эти договора, кто оказывает эти услуги. Потому что завтра, когда будет подано заявление в прокурорительные органы, директор скажет генеральный, а здесь вообще ни при чем. Мы не подали еще заявление, о чем речь? Да я не про это говорю, можем не перебивать, я просто довожу мысль, что... Ну то есть правильно суд понимает, вы против приобщения копии договора, вы считаете, что должен быть приобщен оригинал? Да. А вы полагаете, что может быть приобщен оригинал к материалам дела? Это у нас все-таки документ отчетности? После того, как решение вступит в законную силу, они могут предложить копию и забрать оригинал. Вопросов нет. Я считаю, что должен быть оригинал. Мы возражаем против приобщения к оригиналу, поясню почему. Если вы планируете писать заявление в правоохранительные органы, либо органы прокуратуры, соответственно прокуратура у нас запросит, у меня нет копии этого договора. Этот оригинал в единственном экземпляре. Так, хорошо, значит суд определил обязать ответчика изготовить копию договора и представить ее судом к следующему судебному заседанию. Я все-таки считаю, что данный договор должен остаться здесь в деле до момента, когда предоставят копию. Пока мы не приобщили к материалам дела. С чего мы купим товар, предоставим? Если у нас оригинал в одном экземпляре. Хорошо, а если сейчас появится такая ситуация, что сейчас они проставят копии и печати? Мы имеем на это право. Читаем закон об учете. Мы имеем право восстановить свое учебное дело. В настоящем судебном заседании вам предлагал сделать самостоятельно копию и приобщить к материалам дела. У меня нет ксерокса. Нет ксерокса. Нет ксерокса. Нет ксерокса. У суда имеется копировальный аппарат с целью изготовления копии данного документа. Уважаемый суд, я считаю, что нужно зафиксировать в данном судебном заседании факт. Зафиксировано на аудиозаписи, что у нас договор не содержит ни подписи директора, ни печати. Сторона отрядчика, представьте копию договора. Я прошу зафиксировать, что подпись и печать директора в клинике находятся на экземпляре договора Горицкой. Но это у нас, естественно, не оспаривает. Страна и страна не оспаривает. Правильно? Уважаемый суд, оспариваю. Почему? Потому что на всех страницах нет подписи и печати в клинике. Нет. Я же вам показываю. Нет. Вы свой договор мне предоставьте, пожалуйста, суду. Ваш договор. Нужно передать председательствующему ваш оригинал договора? Я не хотел бы. Уважаемые представители САП, передайте, пожалуйста, председательствующему ваш экземпляр договора. У нас копия имеется в материалах дела. Вы в связи с чем предполагаете, что суд должен с этой нечитаемой копией знакомиться? Подскажите, пожалуйста. Я вам объясню. То есть, вы отказываетесь предоставить? Уважаемый суд, я поясню. Естественно, я отказываюсь. Я вам поясню. Скажите, пожалуйста, тогда, поясните суду, на вашем экземпляре договора имеется подпись директора, проставлена ли печать? Не имеется подпись и печать на первой странице, второй странице, третьей странице, четвертой странице, пятой странице, шестой странице. Дальше, седьмое, есть печать и подпись. Чья? Не знаю, чья, но написано Клепикова Фаина Михайловна. Но подписи Горицкой нет. Подписи Горицкой нет. Каким образом этот бланк попался? Это проект может быть. Понятно. Это и есть проект. То есть, вы не оспариваете, что на вашем экземпляре договора нет подписи Горицкой, но имеется подпись Клепиковой и печать проставлена? На договоре нет. Есть проект договора, на котором есть подпись и печать на последней седьмой странице со стороны ООО «Кристалл», на которой нет подписи моего доверителя. На всех остальных страницах нет. На данный момент это речь идет не о договоре, а максимум о проекте договора, об оферте. Не более. Суд понял вашу позицию. И, уважаю, я хочу тоже позинить, почему я не даю тебе документы. Потому что сейчас выясняется, что договор не подписан. Поэтому я не обязан совершать какие-то действия процессуальные, если, на мой взгляд, это может повредить моему доверителю. Можно пояснить, уважаемый, у нас договор Горицкой подписан, вашим клиентам подписан и договор оплачен. Я изначально обращал внимание на то, что мы в рамках некого договора заплатили деньги. Потому что в противном случае ставится вопрос о неосновательном обогащении. Мы сейчас говорим о том, что были какие-то договорные отношения, но они, как выясняется, надлежащим образом не оформлены. Более того, договор расторгнут и просим просто вернуть деньги. Просто верните деньги человеку, пенсионеру, дайте ему закрыть кредит. Не устраивает его так непонятно что. Если кто-то пострадал от услуг данной клиники, обращайтесь ко мне за юридическими услугами. Постараюсь вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok